Я и мои коллеги долгое время были на контрактах за рубежом, там поставлено на поток, частные клубы открываются в разных районах, в разных местах и это все живет. И мы давно уже отошли от бюджетного варианта, решили сделать частный клуб. Это не только платные занятия, это и бесплатные для небольших ребятишек, для детей из неблагополучных семей. То есть, ну самое главное, наша гида это вырастить настоящего чемпиона. Примерно года полтора, как мы пытались открыть этот зал, боксерский клуб, ну все уже созрели, сама ситуация созрела и люди пришли сразу, привели детей. Мало того, этот зал в общеобразовательной школе, в школе учится порядка 2000 человек, поэтому какая-то часть ребят пришла в первый же день. С деньгами в нашей стране не очень, это и кризис, и дефолт, и все остальное, но, значит, где-то друзья помогли, где-то небольшие скопления, где-то некоторые люди пошли просто в рассрочку. А ведь, ну, наверное, это минус, с другой стороны, это большой плюс, то, что курс валюты сейчас колеблется очень сильно. И те фирмы, которые делали экипировочные центры, делали хорошие снаряды, ринги, цена удешевилась в долларах, естественно, а в рублях она практически осталась такой же. Мальчишки пока хотят быть сильными, сильными, уверенными, да. Мечта чемпиона России или чемпиона Европы или мира, для них это как, примерно, на Марс долететь и вернуться назад. Вот, ну, по крайней мере, все хотят. Чего хотят, не знаю до конца. Кто-то хочет сильным стать, кто-то хочет удар с левой, там, отработать хороший. В итоге самые талантливые добиваются чего-то, но для нас в настоящий момент главное – это массы. Массы, а из них мы выберем именно самых талантливых, самых перспективных и сделаем их чемпионами. Боксерский зал приходит уже более-менее подготовленный, как правило. Если он взрослый человек или подросток, где-то он уже занимался, успел в каком-то разном виде единоборств, а ребятишки, конечно, начинают у зеркала. Это элементарная школа бокса. Снаряд, да хоть с первого занятия, я смотрю по уровню, уже по разминке, насколько парень готов к тренировке, что он может делать. Тогда уже выбираю, куда его поставить – или лапы, или снаряды, или даже в спарринг. Мы хотим сделать так, чтобы каждый из наших спортсменов, боксеров, неважно, высокий он, низкий и так далее, показывал красивый бокс, очень жесткий и яркий, потому что люди ходят на бокс на фиктование. Наконец-то начинается такая история, когда бокс начинает быть оплачиваемым, то есть окупаемым. Это не только тренировки. Не секрет, что, допустим, если боксеры, ребята талантливые, тренируются и выступают, да, они занимаются бесплатно. Вы даже им готовы приплачивать еще на питание, на какую-то экипировку, на форму. А все простые, вот, ну, скажем, кто как их называет, ну, я их называю просто боксеры-любители или неравнодушники к этому виду спорта. Они занимаются за деньги, то есть платно. Индивидуальные занятия, то есть это все тренер каждому подходит отдельно. Они платят деньги, на это все содержится клуб, и эти деньги мы направляем в то производство, чтобы расти чемпионов. Здесь можно отрабатывать и удары боковые, удары снизу, сбоку, по туловище, то есть целый арсенал. Они бывают разные, естественно, мы закупили и настенные подушки, и груши боксовские, большие снаряды тяжелые, и даже очень большие, потому что к нам будут приходить ребята из других фидов, и набор, там, тайский бокс, кикбоксинг, карате, и они будут бить ногами. Кто не умеет драться, боится получить удар, и их сначала ставят на того парня, который ответить не умеет. Вот это он. Я родился в деревне, в небольшом шахтерском поселке Челябинской области. В то время там, да, был развит вид спорта, но там были, во-первых, тюрьмы и шахты. Пленные немцы строили производство, и все, если ты не пошел в спорт, ты точно пойдешь в шахту, и, возможно, в тюрьму 50%. Поверьте, все мои друзья, все мои одноклассники, они уже были там. Я с детства занимался спортом, потом боксом, и меня спорт просто отвлек. Он меня увел в нормальную среду. Пройдя все это, я понял, что я родился в этом, я в нем вырос, я знаю прекрасно то, чем я хочу заниматься. Я умею это делать, но как никто, по крайней мере, не хуже. И я пришел к тому, что нужно продолжать это делать дальше. Если не мы, то кто?